Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. К сожалению, погода нас в этом сезоне не балует. И многие сорта винограда не набирают нужных нам кондиций, нужных нам параметров. В первую очередь по сахару. Это связано с тем, что как-то осень перешла слишком рано. Были обильные осенние дожди, которые часть сахара размыли. Ну и что делать в таком случае? Как все это улучшить? Как работать с таким сырьем? Некоторое время назад я снимала видео и рассказывала вам, какие технологии можно применить в данном случае. Но это была теория. Кое-что я испытала на практике. Что я выбрала? Я выбрала нагрев винограда в температурных пределах между 35 и 40 градусов. Напомню, при такой температуре идет сгорание кислоты с образованием сахара. И таким образом поднимается уровень этого самого сахара. Ну и конечно идет еще частичное увяливание. Не без этого. И вот сегодня я вам покажу, как я это делала и что у меня получилось в итоге. Вот я ханку срезала. И для чистоты эксперимента возьму вот это у нас будет контрольная гроздь. Я померю ягодку сверху и снизу, но потом замеряем после нагревов. В этой грозе верхняя 18, нижняя 17. Я специально завязала ленточку, чтобы потом эту гроздь ни с какой другой не перепутать. Использовать я буду баню и мне нужна температура между 35 и 40. Потому что моя задача не увялить виноград. Не сконцентрировать все за счет потери влаги. А активизировать в ягоде дыхание, интенсивный процесс дыхания. Чтобы кислота уменьшалась, яблочная кислота, и превращалась в сахар. Ну вот сейчас у меня уже чуть выше 30. Еще чуть-чуть нагреется. И можно будет ставить сюда виноград. Прошла ночь и полдня. Несколько ящиков я здесь поставила. Значит температуру я стараюсь поддерживать. Вот в районе между 35 и 40. И пока что могу сказать. Но вот по ощущениям, по вкусовым виноград точно стал слаще. По замерам. Ну понятно, что в грозди мы тоже берем разные ягодки. И они содержат разное количество сахара. Но даже я вот несколько еще подписала сортов. Вот. С разными показателями. Здесь ягодка была 15,5. Сейчас 16 с хвостиком. То есть где-то полбрикса-брикс на сегодняшний день. Вот получается. Ну это где-то прошло часов 16 с момента того, как я все это поставила. Вот такие результаты. В общем-то не так плохо. Посмотрим, сколько я смогу все это держать. Ну, по крайней мере, пока что еще немножечко подержу. Итак, смотрите. Вот виноград, который я пыталась доспилить и улучшить. Вот та гроздочка Ханки, которую я вам показывала. И на сегодняшний день в ней сахар 21,22. Вот здесь у меня веточка Свенсона. Я специально записывала. Вот в ней было, видите, 15,5. А на сегодняшний день 18-18,5. И сколько я держала. То есть я вам показывала, что я поставила все в баню при 40 градусах Цельсия. Ну, в парилке легко было поддерживать эту температуру. Немножко иногда подкидывать дров. И так у меня все простояло где-то чуть больше полутора суток. Можно было подержать еще, но там надо было баню освобождать. Ну, и в принципе, по моим личным причинам, как бы, пришлось оттуда все убрать. И еще 2 дня это все простояло у меня вот так вот на русской печке. Но уже здесь поддерживать нужную температуру у меня не совсем получалось. Я просто печку протапливала. Ну, и здесь было несколько теплее, чем, ну, 20 градусов, скажем так. И, как видите, за несколько дней получилось, ну, достаточно серьезный подъем. Понятно, что в разных ягодах разный. Ну, Ханку я показывала, там, по-моему, максимально было 18 брикс. А сейчас 22, то есть это 4%. Это много. В Свенсене, конечно, получился процент меньше. Да, с 15,5 до 18. Ну, понятно, еще же может быть погрешность на ягодки. Ну, вот несколько ягод я замерила, и во всех в них было 18. То есть это получилось у нас 2,5 пункта. Ну, за несколько дней я считаю, что это тоже неплохо. При этом, смотрите, что у нас получилось еще. Да, у нас практически высох гребень. Вот это, кстати, наверное, гроздочка зелги покажу. Видите, здесь она немножечко увялилась. Ну, а вот Свенсен, вот, чтобы вы видели, да, ягода, в общем-то, и не увялилась. Хотя, конечно, определенный процент влаги ушел. Ну, это действительно так. Вот, смотрите. Вот та же ханка. Вот. Ну, то есть видите, ягодки, да, они нормальные, они не вялые. Ну, а да, гребешок вот он. А, совсем такой высохший. И смотрите, конечно же, здесь есть, ну, определенные потери. Определенные потери потенциального объема вина, потому что мы понимаем, да, часть влаги все равно ушла, пусть незначительная. И вина мы получим меньше. Но мы же получим ее и лучшего качества не только за счет сахара, а за счет нормализации кислот. Я об этом рассказывала в другом видео. И вот этот вот нагрев именно при 35-40 градусов, он способствовал уменьшению именно кислоты и превращению ее в сахар. Кстати, чисто по моим вкусовым ощущениям ягода действительно стала слаще. Вот. Ну, даже когда сахар поднимался на Брикс, я ходила там периодически все это пробовала, смотрела. Но не было мне столько времени, чтобы еще каждый этот шаг снимать. Поэтому вам показываю финальный результат. То есть, да, потери есть. Ну, и качество тоже будет лучше. Вино получится более насыщенным. И вот в этом сезоне я выбрала для себя именно такой способ. Не добавление сахара. Поскольку, ну, все-таки в ягоде своего, к сожалению, было маловато. А концентрации этих самых сахаров, ну, в принципе, не только сахаров, но и всех остальных ароматических веществ. И, конечно, основной вопрос. Держать ли дальше? Ну, с Ханкой там все понятно. С Ленсом держать ли дальше? Все-таки 18 это тоже не шибко большой сахар. Но мне будет достаточно. Мне будет достаточно. Если будет необходимо, то я лучше смешаю с каким-нибудь другим суслом, более сладеньким. Ну, это я так для себя решила. Есть возможность. В принципе, можно держать и больше до тех пор, пока вы не получите именно необходимые вам параметры. И смотрите, такой маленький совет. Значит, сейчас вот ягода моя, она тепленькая. Ну, понятно, если у вас там при 20, например, градусах стояло, то можно смело ее сразу пускать в переработку. Мои ягодки стояли на печке, несмотря на то, что, ну, как бы русская печь, она же не раскаляется до красна. Она же не в печке стояла, а на печке. Тем не менее, когда ягодку берешь, ну, она такая ощутимо тепленькая. И вот в случае, если такое все ощутимо тепленькое, то моя рекомендация, дайте ягодке остыть. Дайте остыть до комнатной температуры, можно даже чуть ниже, и тогда уже пускайте в переработку. Итак, Свенсен Ред, PH325. Общий сахар в сусле получился 17. Ну, с учетом того, что я показывала, в единичной грозди было 15,5 изначально. Ну, а какие-то грозди могли быть и немножко поменьше с сахаром, ну, что поделать, особенности сезона. То подняв общий до 17, за пару дней, я считаю, это вообще очень классно. Ну, к тому же, с таким суслом уже можно работать. И по сахару, и по PH, конечно, его немного, в одиночку я его ставить не буду, я его просто домешаю с более сладким. И все у меня получится замечательно. Ну, вот это уже раздавленная ханка. В контрольной грозди я уже говорила, сахар получился 21-22. А общий сахар в сусле вышел 20. Ну, и последнее, финальное меряем PH. Итак, PH345-46. Приблизительно вот так. Как видите, все реально единственное такое, к сожалению, у меня не было возможности подержать дольше виноград именно при этой температуре. Получилось там двое-двое с половиной суток всего лишь. Ну, была необходимость уехать. Поэтому вышло так. Тем не менее, определенные результаты есть, и я считаю их неплохими. Конечно, некоторые из вас скажут, ой, ну все это понты, вообще для чего это делать, этим заморачиваться. Пожалуйста, для кого-то это понты, а для кого-то это правильное применение технологии изготовления вина. И, конечно, мы должны в первую очередь руководствоваться нашими возможностями. Не у всех есть возможность подогреть, не у всех есть возможность увялить. Ну, возможности у нас у всех разные. И, конечно, в таких случаях можно добавить сахар. Но если у нас возможности все-таки есть, мы можем пойти более правильным и более технологическим путем. Ведь, в конце концов, мы делаем вино для себя. И почему бы для себя не сделать хорошо, если наши знания и наши возможности позволяют нам это сделать? Ну, я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку «Ще». Я оставлю ссылку на то видео, где я вам рассказывала теорию. Оставлю ссылку на каталог наших сортов и наградуемые контакты. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok